Здравствуйте, уважаемые зрители Прима-Медиа-Лайф. Мы продолжаем серию прямых трансляций. И сегодня у нас в гостях представители такого интересного вида спорта, как кикбоксинг. Александр Старжинский, президент Федерации профессионального кикбоксинга Приморского края. И Алексей Приходько, вице-президент Федерации профессионального кикбоксинга Приморского края. Здравствуйте. Ну, сначала поговорим, наверное, мы с вами об альянсе спортсменов Приморского края. Такой тоже организации, которая объединяет многих спортсменов. Что это за организация, каковы ее цели и задачи? Хотел бы сказать для начала, что организация начала свою работу в 2010 году. Ее целью основной было и сейчас есть это поддержка спорта. Сделать его более доступным для людей. То есть и в материальном плане, и во всех остальных. Если человек задумал заняться спортом, у него не должно возникать сложности в том, что он, придя в зал, допустим, столкнулся с финансовой сложностью. Или для каждого вида спорта нужна экипировка. Не все родители, допустим, могут обеспечить своих детей, ну, детей, то есть, всем необходимым. Также залы, многие школы или больницы нуждаются в инвентаре, что тоже, то есть, не всегда государство может где-то помочь. Мы вот создали, получается, эту организацию. У нас очень большое количество сторонников организации и ее членов. То есть, на всех членских взносах, которые идут, добровольные, и спонсорскую помощь, мы уже составляем сметы. То есть, поднимаем заявки от спортсменов, то есть, Приморского края, от тренеров. И уже распределяем деньги, собственно, с целью задачи, которые мы преследуем по назначению. Кикбоксингу, спортивным танцам и другим. То есть, привлекаем уже тренировки. Пользуются нашими именами. Допустим, я сам тренирую в трех залах. Также, вот мой товарищ Алексей тоже ведет тренировки. То есть, занимаемся тренерской работой, не только организационной. Алексей, у вас есть что добавить? Также Альянс спортсменов. Развлекательный комплекс Америка будет проходить в официальном турнире по версии К1. К1 – это самая зрелищная категория, точнее, разделки и боксинга. Проходить он будет в самых динамичных, самых, скажем так, красивых весовых категориях. Это от 65 кг, 67 кг, 71 кг, 75 кг и 81 кг. То есть, это где, скажем так, спортсмены еще легкие для того, чтобы двигаться медленно, да? Ну, то есть, быстрые спортсмены, но в то же время уже имеющие нокаутирующие удары, ну и так далее. То есть, красивые, динамичные поединки. Будет проходить пять поединков. Спортсмены приглашены. Пять спортсменов с Лави-Востока. Будет противостоять спортсменам края, Дальнего Востока, ну и, собственно, всей России. У нас будут спортсмены с Уссурийска, с поселка Восток, Нижний Новгород и Благовещенска. Все приезжают за свой счет, то есть это практически... Нет, а я на спортсменах оплачиваю полностью приезд, проживание, здесь питание, ну и так же гонорары. Вот есть в турнире такая фраза «рейтинговые бои», да, в освещении. Расскажите, что это значит? Все дело в том, что на территории Приморского края не было какой-то централизованности, в частности, ведения рейтинга. То есть, прошел один турнир, на соревнования прошли, человек получил гонорар и на этом, в принципе, он ждет следующего проведения турнира. Если он неизвестно, пригласят его или не пригласят, то ведение рейтинга, который будет не только Приморского края, он будет замыкаться на российском рейтинге, также профессионального фикбоксинга и уже сможет как-то строить свою карьеру. То есть, мы вот сейчас, после этих соревнований, уже создается сайт, который непосредственно будет заниматься подведением итогов соревнований и планирования других чемпионов уже на более высокий уровень. Так как эта версия К1, я повторяюсь, она мирового уровня, и смотря, ну, то есть, сторону финансовую, человек может, занимаясь профессиональным спортом, полностью себя обеспечивать. Именно посвятить ему жизнь уже в плане не просто как увлечения, а это может стать его работой. То есть, вот именно для этого рейтинг ведется. И еще для того, в рейтинге будут отражаться не только его победы, но также и поражения. И так как здоровье спортсменов, соответственно, прежде всего, заглянув в этот список, мы уже увидим, если спортсмен получил травму на каких-то соревнованиях, либо, ну, нокаут, который необходимо после этого обязательно восстанавливаться, уже такой спортсмен не будет приглашен и допущен. То есть, будет избежание ошибок, чтобы не допускать вот таких ошибок это делается. Но он же не виноват, что получил травму. Он не виноват, но дело, что все в том, что, возможно, даже из-за того, что спортивный человек вообще уже вырабатывает самодетство и характер, напорит и все остальное. И он может как-то о своем здоровье на один момент, ну, то есть, подумать, что я, ну, то есть, выйти на бой подготовленным, но с определенной травмой. То уже старшие люди, которые организовывают это все, они уже должны на себя взять вот это на контроль, чтобы не допустить, ну, какой-то трагедии, можно так сказать. А как подбирались спортсмены для этого турнира? Всем ли удалось пройти желающим? Удалось, конечно же, не всем, потому что турнир ограничен по времени и будут следующие турниры. Все, кто хотел, соответственно, будет драться и попадет на этот турнир. Была сначала сформирована команда из города Владивостока, то есть, пять человек. И к ним, к ним уже, то есть, подбирали индивидуально соперников. То есть, смотрели, в первую очередь, на уровень подготовленности, кто вот сейчас дошел до такого уровня мастерства, который может уже участвовать профессионалом. Это должен был быть в любительском, большой запас любительского опыта на различных видах соревнований. Если такого еще, то есть, желание уже было выступить профессионалом, уже есть, но мы считаем, что он еще не достиг этого уровня. Мы, конечно же, ему советуем, чтобы он немножко еще подождал своего часа и обязательно, то есть, через беседу он это все прекрасно понимает. Вот вы организовали своими силами турнир, да, это такое непростое дело, не всегда получается, да, его без каких-то средств, без поддержки организовать. Вот кто оказывает материальную поддержку? Ну, да, безусловно, без поддержки никак тут не обойтись, потому что все-таки деньги, да, ну, такие маленькие, так сказать. Генеральным спонсором турнира является строительная компания «Астарта». Вот, это, так сказать, любимую долю денег ценного в вашем опыте проведения нашего турнира. Также у нас генеральный журнал турнира, это журнал «Ваш досуг» Владивосток, вот, показывает нам информационную поддержку, вот. Ну, и также хотелось отдельно выделить, скажем так, не сколько организацию, а сколько отдельного человека. Это Харченко Ксения, генеральный директор компании «Астфинанс». Она помогла нам в организацию турнира, внесла очень большой отклад, то есть, ну, именно в организационных каких-то моментах, то есть, она помогала нам, да, собственно, во всем. Вот, то есть, ну, хотелось бы ей также отдельно сказать спасибо, потому что она немаловажно сделала для этого турнира. А вы пробовали обращаться, допустим, в администрацию, в краевую или в городскую, в комитет? Ну, конкретно на этих сторонах для нас это не было принципиально, то есть, у нас всего было достаточно, и поэтому к этому не притягали. То есть, это для нас было не надо. Так как все-таки спорткомитеты, ну, то есть, государство больше, и это правильно, должно помогать любительскому спорту, олимпийскими видов спорта. Ну, и кикбоксинг не является, конечно, олимпийским видом спорта, но помощь также оказывается. Конечно, все олимпийские виды спорта, такие как бокс, самбо, ну, они больше получают всех финансирования, внимания от государства. Кикбоксинг уже не первый, там, год пытается все-таки стать олимпийским видом спорта. Идет большая работа по этому поводу, и мы думаем, что в ближайшее время он добьется своего, и тогда уже можно будет рассчитывать на большую поддержку. А что для этого надо, чтобы стать? Ну, это решается, конечно, на уровне, идет беседа Вака Про, это всемирная организация кикбоксинга, и олимпийский комитет. Я не смогу сказать, сейчас, на каком этапе сейчас у них переговоры, но все-таки руководители уверяют, что идет разговор в положительном направлении. То есть у кикбоксинга есть все для того, чтобы стать одним из генеров? Абсолютно, абсолютно. Какой, по вашему мнению, турнир будет самым зрелищным? Какой из боев? А, к боям? Да. Ну, я считаю, что все-таки каждый бой способен стать, ну, так сказать, получить марку самого зрелищного. Потому что все спортсмены достойного уровня, и поединки подобраны, ну, так скажем, по уровню между спортсменами. Вот. То есть тут только покажет уже ринг, ну, действительно, какой будет самый зрелищный бой. Вот. Ну, у нас тут на турнире, так сказать, есть небольшая, ну, не интрига, что ли. В общем, зрелищным боем будет обязательно это последний поединок, это поединок Александра против Дмитрия Щербакова с Благовещенска. У них, так сказать, спортивная вражда уже идет очень давно. Счет у них пока 1-1. Вот. Это они дрались в Уссурийске. Ой, в Уссурийске, господи. В Ливаде. В Ливаде, да. Где Александр победил его по версии драка в международном поединке. И дальше был у них реванш в Хабаровске пока один. Вот. Там, к сожалению, Александр уступил ему. Вот. В этом поединке. Ну, и вот сейчас, как бы, третий поединок. То есть тут такая борьба уже, не знаю, характеров, интересов. То есть они должны... Принципиальный бой. Да, принципиальный бой. Вот. Ну, и я думаю, что, наверное, все-таки самое зрелищное будет последний поединок. А если судить по предыдущим турнирам, то большинство зрителей ваши, это кто? Парни, девушки? Какой возраст примерно? Парни, девушки. Хватает, да, все. Я не смогу разделить. Любят ходить на такие мероприятия как парни, так и девушки. И на этот турнир ожидается очень большое количество людей, которые любят спорт. Тем более, что в Ливе К1 это очень зрелищная версия. И парней, и разных возрастов. То есть от самых младших, которые просятся, которых даже, возможно, формат клуба не сможет, скажем бы, пропустить их, так как все-таки это заведение. Ну, то есть ночной, ночной клуб. И, ну, желающие уже, говорю, есть и зала, которые наши воспитанники, и спрашивают, что можно с родителями прийти. И также уже взрослые люди, состоявшиеся, которые уже, ну, и молодежь, публика разная. То есть есть чем завлечь всех, все категории зрителей? Все, абсолютно, двое спрашивают, говорят, обязательно придем болеть. Ну, это так же за Владивосток, потому что соревнования идут не между, то есть, скажем, товарищами друг с другом, а все-таки Владивосток отстаивает звание, что мы лучше не только в Приморском крае, а еще и за пределами. То есть мы вот все, что от нас требуется, конечно, сделаем. Сколько, получается, вы в вашей копилке уже подобных турниров, сколько вы провели? По кикбоксингу идет это такого уровня и размаха, это первый турнир, так как до этого проводились отдельные состязания, то есть, возможно, это было на территории, ну, Приморского края. Сейчас это идет, теперь уже повторяю, что рейтинговый будет турнир, и, ну, дальше будем получать опыт и проводить такие турниры уже постоянно. То есть там будут какие-то, ну, так скажем, заманушки, там, допустим, девушки красивые будут выносить номер там турнира, да? Да, обязательно. То есть всех можно будет чем-то привлечь. А какие меры вы предпринимаете, чтобы сейчас популяризировать кикбоксинг в Приморском крае? Ну, собственно, вот этот турнир и является, так сказать, мерой популяризации кикбоксинга, потому что, опять же, спортсмены, выступающие на любительском ринге, должны четко видеть какое-то свое будущее, так сказать. То есть мы все смотрим телевизор, мы все смотрим там, следим за ведущими спортсменами нашей страны, да, и которые выступают на профессиональных каких-то, Батухасиков там, да, когда-то там, Харитонов там, Брауса. Ну, то есть такие первые номера во всем мире, также там из других стран, там, Майк Замбидис, да, все смотрят на них, и многие спортсмены хотели бы быть на его месте, да, участвовать на профессиональном ринге. А будучи здесь, в Владивостоке, далеко, да, от, скажем так, центральной части нашей России, нам, спортсменам, очень тяжело пробиться. То есть это нужно, чтобы выйти на профессиональный ринг, мало того, что нужно показывать хорошие результаты на любительском ринге, да, мало там становиться чемпионом России, я знаю много спортсменов, которые хотели бы, ну, продолжить свою, так сказать, карьеру в профессиональном спорте, но в силу невозможности этого здесь, в Приморье, они, собственно, так и покончили со спортом, то есть, ну, спорт в своей жизни остался на уровне физкультуры, так сказать, вот. Спортсмен должен четко видеть и видеть возможности для того, чтобы, ну, ему расти дальше. Он добился чемпиона, стал чемпионом России, стал там чемпионом Европы, мира там пусть, да, и ему нужно идти куда-то дальше, а дальше куда? Вот он, потолок уперся и все, поэтому профессиональный кикбоксинг, он обязан существовать, потому что, ну, это как-то неразделимые вещи, вот, какое-то будущее. И вот это будущее, мы, так сказать, здесь на территории Приморского края и организовываем, то есть уже спортсмены видят, к чему можно стремиться, каких можно высот добиваться и так далее и тому подобное. Вы так говорите, как будто вот стать чемпионом мира, это очень просто и может каждый практически спортсмен. Нет, конечно не просто, но может каждый спортсмен, то есть стать чемпионом мира, это нужно просто работать, работать, работать. В своей весовой категории, да? Да, просто нужно работать. Не каждый, так сказать, делает это, не каждый выполняет 100% для этого, но, в принципе, это стать может каждый. Вы, насколько я знаю, занимаетесь с детства спортом, вообще кикбоксингом. А как бы вы посоветовали родителям, с какого возраста лучше отдавать детей на кикбоксинг? Ну, вопрос такой интересный. Вот, допустим, я, будучи тренером, скажем, вот в кикбоксинг я пришел, мне было 14-15 лет. Начал заниматься, ну и, в общем, это моя история. Я сейчас занимаюсь тренером, причем я занимаюсь детьми. Александр занимается в основном взрослыми, я занимаюсь детьми. И у меня вот самый маленький был парень, парень с 4 лет пришел. Ну, понятно, что для него никаких там спаррингов, никаких там боев для него устраивает, ну, слишком мало еще. То есть до 9 лет я даю детям, так сказать, ОФП, то есть они подготавливаются к этому, тянутся. Они у меня не стоят ни в спаррингах, не дерутся между собой. А где-то с 9 лет уже можно, ну, я думаю, что можно уже, так сказать, драться. Вот таких маленьких детей, наверное, очень сложно мотивировать, да? Они же отвлекаются все время. Ну, все игра, только в игре. То есть это очень сложно. Да, заставлять. Заставлять не получится, не получится там ничем, не криком там, не этим самым. Только игра. Например, у меня вот вся семья ходит в зал. Моя жена, мои племянники, сестра и все остальные ходят, занимаются кикбоксингом. И, соответственно, не говорится о том, что я свою жену буду ставить в паре с кем-то или сестру, моих маленьких племянников и все остальное. Они ходят, то есть кикбоксинг это дает не только бой, это красиво, это будет получать растяжку. То есть хорошую. Там спортивное тело, соответственно, что немаловажно. И говорю, что все желающие могут заниматься. И кикбоксинг это одна сторона. Все-таки Альянс Спортсмурного Приморского края, он настроен, ну, то есть намечен на любой вид спорта, независимости. Игровой, это боевой и так далее. А вот сейчас, если рассказать, мы, конечно, об этом мечтаем и это обязательно получится. Это уже в планах, конечно, взять помещение. Помещение уже, в принципе, определено. Сейчас идет работа, опять же, как раз с государством. Нам помогают люди, то есть различные в этом направлении. Сейчас уже дошло дело до Росимущества, которые, в принципе, нам не отказывают, а наоборот настроены. Помещение на Матодате, где мы планируем сделать 4 зала. То есть это будет зал танцев, где будут проходить различные танцы. Очень сейчас много тренировок, которые хотят работать. Будут спортивные танцы, различные, современный танец. И дальше же в этом зале можно сделать аэробика, ну, то есть какие-то фитнес-тренировки. Сейчас новая кроссфит, идет тренировка. Причем в зале в нашем кикбоксинга сейчас мы выделили также им площадь. То есть в одно и то же время идут две секции. И зал тренажерный, в который просто люди могут заходить и упражняться на тренажерах. Гимнастика, зал мягкий для борьбы, самбо, дзюдо и всех таких видов спорта, которые подразумевают мягкие залы. И, соответственно, наши. Кикбоксинг, бокс, кудо и все остальное мы будем приглашать, чтобы тренера там работали. Причем тренировки планируются, и так оно и будет. Проводить абсолютно за бесплатно. То есть бюджет формируется уже, как я говорил, с членских взносов и спонсорских. И то есть от желающего заняться спортом, когда будет свой зал, деньги принципиальны. То есть не будем брать. Если есть такая, конечно, возможность и очень большое желание, можно внести членский взнос, который опять же распределится на него и на всех остальных. Вот это вот наше очень такое желание взять свое помещение. Да, просто благодаря этому помещению мы сможем сделать спорт более доступным для тех людей. Вот это и есть идея нашей организации. Чтобы вот как в Советском Союзе люди приходили, и они не боялись, что им нужно будет платить какие-то деньги, покупать какое-то снаряжение, еще что-то. Он просто пришел, вот у него появилось желание, и никакие палки ему, колеса никто не вставляет. Он пришел, он начал заниматься спортом. И это, я считаю, такая хорошая идея. Ну, звучит очень благородно, конечно, но все равно реалии нашего общества такое, что вам же нужно платить за аренду. Ну, для этого мы работаем со спонсорами, постоянно ходим к различным коммерческим структурам со своими предложениями. То есть, потому что, правильно, то, что вы заметили, без денег здесь коммунальные платежи и так далее. Даже сейчас, которые проходят, у нас в тренировке мы платим аренду за помещение. И причем аренда не маленькая сейчас. Даже бы сказал, в каких-то моментах она очень высокая. И порой, ну, то есть, приходится отдавать чуть ли не последние деньги с бюджета. Но тренировки, конечно, никто не остановит. То есть, мы в любом случае ищем способ. И найдем, обратимся, опять же, если понадобится государству. И будем надеяться на его помощь. И, в принципе, но если будет свой зал, по крайней мере, проблема с арендой уйдет на второй план. Мы ее забудем просто. И будем уже все эти деньги пускать, опять же, на, как минимум, возможно, даже зарплату трениров. Потому что сейчас у нас тренеры работают за бесплатно, которые в организации абсолютно. То есть, и тратят, ну, вкладывают свои деньги. Потому что это идея. То есть, мы работаем, можно сказать, за идею, за нашу цель. А как вы считаете, вот чего не хватает кикбоксингу для полноценного развития в Приморском крае? Вот сейчас пошло как раз такой момент. Люди, значит, начали очень сильно интересоваться этим спортом. И ввиду, скорее, вот это то, что интернет, телевидение, видим высокий, большие уровни соревнований. И мы уже, говорю, об этом немножко обсуждали, но повторюсь, то, что это не просто становится спортом, как, ну, на уровне, там, дворовом. А именно уже это мировой уровень. И человек, придя туда, стремится, конечно, попасть на вершину. Ну, плюс, конечно, это самозащита, самоброма для ребят, для которых пойдут в армию, потом будут защищать Родину. Либо, конечно, уже у каждого будет своя семья. Он сможет всегда, то есть, постоять за себя, дать отпор. Конечно, ни в коем случае не проявлять это в агрессию, но постоять за себя мужчина и за своих родных и близких, соответственно, должен уметь. И придя в зал, он этого, соответственно, получит и добьется. Но он может также выбрать другой вид спорта, который мы все уважаем. Уважаем, то есть, бокс, кейбоксинг, все, как бы, все близкие, все друзья, спортсмены. То есть, нету какой-то вражды между спортсменами, это однозначно. То есть, если даже где-то руководство, там, не может найти, ну, там, точки соприкосновения, либо просто какая-то личная, может быть, неприязнь у кого-то, я не говорю конкретно, ну, просто утрирую, то спортсмены всегда, то есть, друг друга, если это вольный борец, либо боксер, кейбоксер, уважают в первую очередь, потому что он такой же, он спортсмен, это правильно. Вот пришли к нам вопросы также от наших читателей и коллег. И вопрос такой, что делать, если на улице нападут хулиганы? Я так понимаю, ни от спортсмена, ни от кейбоксера, да, обычный человек. Какие-то есть приемы? Есть различные ситуации, то есть, вообще, конфликты на улице стараться надо избегать. То есть, в любом случае, если вам не нанесут травму, вы нанесете кому-то травму, что ни к чему, то есть, решить это все-таки словом. Если, возможно, уйти просто от конфликта, даже, возможно, не разговаривать, то есть, если мы идем с девушкой или с женой, там, с детьми, не подвергать, тем более, их риску. Где-то выдержку проявить, спокойствие, то есть, если даже человек, ну, быть выше этого. Но если уже ситуации не избежать, то есть, допустим, это одна девушка или еще что-то остальное, стараться нанести какой-то удар и принять, то есть, к бегству решение. Потому что это, на самом деле, не трусость. Трусость была бы, если бы мы убежали и оставили девушку одну. Но если ты идешь с девушкой, тебе не надо рисковать, потому что это может быть и нож, и бутылка, и камень, и все что угодно. То есть, сделать какой-то расслабляющий удар на некоторую секунду, вывести, то есть, его из строя и быстро попытаться удалиться. Это будет самое правильное решение, которое надо было принять. Это однозначно. Алексей, а вы как считаете, в какое место стоит нанести? Вот как бы вы поступили, допустим, вы идете с девушкой, да, а тут три хулигана из-за угла. Три хулигана. Больших, высоких, сильных. Ну, что-то сделать. Постарался бы словесно как-то решить конфликт. Если уж прям уж вообще, если нет выхода. Сделал, сделал все, что смог. Конечно. Все, что смог. Дар и как можно быстрее вывести девушку. А у вас были такие ситуации в жизни вообще? Ну, у каждого мужчины была ситуация в жизни. Ну, то есть, всегда, вот лично я, ну, стараюсь. Да, и вообще спортсмены, если можно бы заметить это, уже давно, если человек занимается спортом и энергию тратить, все-таки оставляют в зале, там реализуются, не тратить время на какие-то, то есть, уличные драки. И вот эти ситуации, которые все-таки в жизни случались, они меня случались, то есть, есть люди, которые провоцируют это все, которые мне советуют, конечно, идти в зал и свою вот эту энергию, какую-то агрессивную, либо, ну, враждебно настроенную, применять в зале, то есть, в боксерских перчатках по правилам, то есть, жить, работать, трудиться, все по правилам, а не по каким-то там своим, ну, надуманным, потому что человек, это, он же индивидуален, зачем я буду провоцирить и наносить вред другому человеку, то есть, это даже морально неправильно. А вообще верна ли точка зрения, что спорт такой, как кикбоксинг, поднимает самооценку человеку, делает более уверенным в себе? Конечно, конечно, это как поговорка о здоровом теле, здоровый дух, ну, то есть, человек, который занимается спортом, он чувствует уверенность в себе, он чувствует, он чувствует силу на собой, и не обязательно применять эту силу, просто это как, не знаю, природа у нас, что чем-то сильнее, тем ты увереннее, ты спокойно, уже пожизнительно становится легче. Да, и причем сильнее не только физический спорт закаляет и дух, то есть, в какое-то решение, да, которое сложное будет в жизни, можно принять его легче, будучи, ну, идя со спортом, как бы в душе, и просто даже ситуации, в которых жизнь, ну, порой ты попадаешь в сложные моменты спортсмену, это все решить легче, и поэтому родители однозначно должны приучать детей, к спорту, то есть, чем раньше, тем, то есть, это можно менять, не обязательно зацикливаться на одном спорте, то есть, потом, да, ребенок выберет, но если сможем попытаться пойти на бассейн, волейбол, баскетбол, у нас сейчас такой большой перечень, и когда он поймет, что вот это его спорт, он уже будет с ним полностью пожизнительно идти. Я тоже не всегда был кикбоксером, начинал играть в школе в баскетбол, и был капитаном команды, мне это нравилось, было интересно. Школу закончил и понял, что хочу уже заняться чем-то другим, то есть, это правильно, вот именно действовать по такой системе. Вот еще вопрос, вопрос от наших читателей, расскажите об истории этого вида спорта, пожалуйста. Ну, насколько я помню, где-то, наверное, в 70-х, 60-70-х годах этот спорт образовался в Соединенных Штатах Америки кикбоксом как таковы. Они объединили несколько восточных единоборств, которые на тот момент были популярны, вот, и создали что-то такое более контактное. Там, по-моему, было каратэ, кюка, шунгай, бокс, что-то еще. Они взяли это, объединили его в один вид спорта и сделали его более контактным, более таком тесном, так сказать, более, ну, не знаю, что, ну, так, более жестоким, что лично, чем. Ну, то есть, то, что нужно людям для того, чтобы смотреть, да, чтобы было красиво и так далее. Ну, и, собственно, в Америке он стал набирать популярность. Ну, а в дальнейшем, вот та версия, которую представляем мы, это версия К1, это уже, это тоже кикбоксинг, но его уже придумали японцы, К1. Они, так сказать, посмотрели на тайский бокс, он там давно существует, да, вот, они сделали, так сказать, кикбоксинг еще более зрелищным. То есть, добавили туда удары коленями, добавили туда бакфизитного удары, которые запрещены в обычном кикбоксе. И создали такую версию К1, которая на сегодняшний день является, ну, то есть, если брать профессиональный вид спорта, да, то одним из самых высокооплачиваемых в мире, ну, скажем так, ну, не считая бокса, соответственно, бокс, там, совсем другие, но все-таки это бокс. Вот. Кикбоксинг из профессиональных видов спорта, пожалуй, на втором месте сейчас идет по оплачиваемости. И вот в Владивостоке, как раз, если говорить про историю, это и будет турнир, посвящен образованию, 15-летию образования федерации кикбокса, ну, соответственно, тренировок. И туда будут приглашены, и, соответственно, это люди, которые все это начинали здесь, в Приморском крае. То есть, и тренера, и спортсмены, которые выступали уже тогда, то есть, где-то были профессиональные тоже бои и так далее. Вот это будет очень интересный момент, потому что многие даже не виделись кто-то давно, и это будет повод собраться, так сказать. Вот, кстати, об известных спортсменах еще также интересуются зрители наши. А кого из известных в мире, в России, спортсменов воспитал Приморский край? Есть ли такие? Есть спортсмен, сейчас действующий спортсмен из города Уссурийска, Захаров Александр. Он тренируется под руководством Подопрелова Андрея Вячеславовича. Он является старшим тренером федерации кикбоксинга, и у него очень много воспитанников, которые уже достигли российского уровня и выступают на чемпионате мира. Но, опять же, самый известный и титулованный из приморских спортсменов – это Захаров Александр. То есть он победитель чемпионата мира, Европы, России, то есть он уже достиг и по профессиональному ринге, он уже тоже делает, так сказать, первые, но успешные шаги, у него еще нет ни одного поражения. Вот спортсмены такого высокого уровня, остаются ли они жить в Приморском крае, либо переезжать куда-то на запад? Пока таких случаев не было, но еще ввиду того, что как раз это идет начало, там и покажет время, как это будет происходить, то есть дальше. Вот вопрос от девушки. Мой муж занимался борьбой, теперь хочет заниматься кикбоксингом. Можно ли ему начать в 34 года или уже поздно? Однозначно можно, никогда не поздно, то есть 34 года – это возраст еще совсем, тем более, что если человек в прошлом спортсмен, а борьба – это очень такое развивает все тело, то есть если даже в каком-то моменте, может быть, для начала будет скованность какая-то, потому что другая стойка, все остальное, но в тренировке это все компенсирует, то есть работа на зеркалах для начала, потом мешки, отработки, то есть в парах, смело, если есть желание, однозначно надо приходить и, по крайней мере, попробовать. То есть пришел, попробовал, и я уверяю, что все получится. Он также интересуется, стоит ли девушке заниматься таким видом спорта? Стоит определенно. С какого возраста? Да тут не имеет значения парень или девушек с другого возраста, если вы начинаете. Другое дело то, что кикбоксинг – это такой вид спорта, в котором, скажем так, работают все группы мышц, и работает у него как раз для девушек очень, так сказать, выгодно. Ну, к примеру, я вот слышал такую информацию, что три самые высокоплачиваемые модели нижнего белья девушки занимаются посредством кикбокса. Понятно, что они там дерутся, там не это самое, повернутые носы, да, и в общем не сломают. Просто заниматься для себя, да, я даже, ну, как-то приветствую. Я считаю, что это очень хорошо, и девушки потягивают и фигуру, ну, и здоровье свое. И где-то могут дать отпор в какой-то ситуации, если человек будет все-таки подготовленный, он сможет нанести удар, даже будучи девушкой, не говорится о том, что она сможет состязаться с мужчиной, потому что мужчина, понятно, что сильнее женщины и так далее, но в экстремальной ситуации она сможет нанести такой удар, чтобы, опять же, убежать. Ну и убежать сможет. Да, и убежать. Ну, интересно вообще, то есть не предполагает накачанных мышц каких-то огромных, да, мускулов, красивые фигуры. Все остальное, допустим, я с женой познакомился в зале, как раз на наших тренировках, когда она пришла заниматься кикбоксингом, и, соответственно, мы познакомились, полюбили друг друга, и в скором времени поженились. И, получается, и таких случаев немало, когда приходят в зал, то есть знакомятся, у меня сейчас ребята уже, которые еще студенты, знакомятся в зале, облюбляются друг в друга, потому что все вместе, дружба очень там закляется, вот у меня друг есть, Ара Тарасян, мы с ним вместе провели, ну, то есть все тренировки, которые соревнования, сколько я помню себя, он всегда был на соревнованиях, то есть включая и по сей день, вот, и мы там подружились, и, соответственно, это уже на всю жизнь дружба. Вот совет девушкам незамужним, да, и парням, которым нужны друзья, также приходите в зал, занимайтесь, пожалуйста. Во-первых, найти себе друзей, во-вторых, мужа можно найти легко. Вот, и следующий вопрос от читателей. На кого сейчас сравняются молодые спортсмены, и популярен ли по-прежнему Ван Дамм? Ну, сейчас больше, конечно, Ван Дамм, это, несомненно, он спортсмен и очень талантливый человек, но если мы говорим уже как о спорте сейчас, то сейчас вот лично мой, то есть самый, если мирового братья уровня, это Ника Крокоп, также есть Замбидис, Батухасиков, она наша, получается, с Россией, спортсмен. И вот я думаю, что на них именно и равняются, но не на теле звезд, а на действующих спортсменов. То есть Россия в мировом кикбоксинге представлена хорошо, да, сильный спортсмен? Да, очень сильно. А вот такой вопрос тоже из прошлого немного. Читатели наши интересуются, разошлись ли спорт и криминал уже, либо 90-е вспоминаются до сих пор? Просто остались. Я думаю, что все давно позади. Конечно, было, может быть, когда-то и такое, что человек спортивно применял, но в те годы, как вы говорите, в 90-е, но сейчас все образованные люди, то есть работают и стремятся совершенно к другой жизни. Поэтому я сейчас могу сказать, что это уже давно, в прошлом. Ну и также интересуются наши зрители, как попасть в федерацию кикбоксинга. Может ли простой человек, зритель, любитель попасть к вам? Достаточно записаться на тренировки. То есть он уже будет являться другом и членом федерации кикбоксинга. Если человек даже просто любит этот спорт и смотрит даже бои, можно сказать, что он уже один из нас, из спортсменов. И что касаемо именно членства, он может также прийти и написать заявление, если это необходимо. Это общественная организация, и она открыта для всех. Если говорить о самых амбициозных ваших задумках о развитии кикбоксинга в Приморском крае, Федерация, как-то будет способствовать. Расскажите, что самое-самое невероятное, чего бы вы хотели добиться для этого? Ну, про зал я уже говорил. Мы хотели, конечно же, это быть не один зал, а на всей территории Приморского края, и, возможно, выйти потом и за пределы Приморского края, сделать такие залы, которые идут, как они будут, как спорткомплексы, и абсолютно бесплатные, чтобы мы с помощью государства, наших спонсоров, все остальное, брали все вопросы, сложенные на себя в плане финансов. Это и проведение тренировок, и экипировка, и так далее. Чтобы это было по территории всего Приморского края, и во всех районах, практически, для начала города Владивостока. То есть одного этого зала было бы недостаточно. И, конечно же, проводить очень крупные соревнования, привести даже Владивосток, как я уже говорил, Кракопа и все, ну, то есть мировых звезды, которые бы сразились уже с нашими, может быть, даже воспитанниками, которые до тот момент уже смогут дойти до этого уровня и дать им, ну, то есть достойный бой, и даже победить. Ну, вот, в принципе, так. Ну, на этой позитивной ноте позвольте нам закончить. Я напоминаю, что в гостях у нас были Александр Старжинский, президент Федерации профессионального кикбоксинга Приморского края, и Алексей Приходько, вице-президент Федерации профессионального кикбоксинга Приморского края. Спасибо вам за беседу. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова